Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. Я вам сразу кое-кого покажу. У меня здесь спит котик. Спит он под антидепрессантом. Он меня сегодня доконал просто чуть ли не до сердечного приступа, когда он случайно застрял в стиральной машине когтем, но он там спит. Я захожу в ванну, и такая просто сосиска висит из стиральной машины. Я его трясу, думаю, дышит, не дышит, вообще куда мне сейчас бежать. А выяснилось, что он когтем зацепился, а поскольку он под антидепрессантом, то он как бы решил, что да ну его нафиг, буду так висеть. И дышит на самом деле хорошо, ровно, спокойно. Ну, в общем, будете видеть вот так вот кусочек кота. Вот, я его сейчас может чуть-чуть вот так вот подвину, чтобы вы видели больше кусочек кота. Как все, что вы так вот подвинете, на тебя все смотрели. Вот, помада у меня сегодня. Это Essence. Она называется Happy Girl Are Pretty Shirley Balm в оттенке номер один. Протею. Я люблю такого плана, ни помада, ни блеск, ни бальзам, а что-то сразу все вместе, чтобы с цветом, и с блеском, и при этом с увлажняющим эффектом. Такой нюдово-коричневый вариант, который мне кажется вообще неплох в повседневных макияжах. И я не уверена, что они еще не сняты, но если они сняты, то вы всегда можете найти какую-то альтернативу у Essence. Они, в общем-то, часть своих продуктов просто перепаковывают из одной упаковки в другое название, и уже это по-другому продается, а формула там плюс-минус километра та же остается. Сегодня мы с вами будем разговаривать о покупках парфюмерных, о парфюмерных новинках. Меня понесло, признаться честно. Я понимаю, почему это происходит, потому что мальчик болеет, я из-за этого стрессую, и этот стресс я пытаюсь как-то компенсировать себе, в том числе покупкой парфюмерии. Надо останавливаться, надо, знаете, честь знать, немножечко тормознуть. Сегодня покажу люксовые покупки за свои деньги, обмены, подарки, в плане пресс-рассылок, пиар-рассылок. И все, да, 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 вот так. И давайте начнем со страстной хотелки. Я говорю об аромате Гуччи Мемуар. Самый спорный аромат последнего времени, потому что реально, как с Бакарой, мир разделился на тех, кто от него в восторге, и тех, кто говорит это вообще, что такое. Я понимаю прекрасно причины такого противоречивого состояния людей, потому что Мемуар – это аромат очень не в традициях российского понимания парфюмерии. У нас любят, чтобы шлейфово, чтобы стойко, чтобы громко, ярко, сексуально и что-то там еще. Что касается Мемуара, это тихая, интровертная, спокойная работа. То, что делает Александра Микелия в бренде Гуччи сейчас, креативный директор, мне чертовски нравится, потому что мне очень нравится их. Бутиковая линейка вот буквально вся. Мне очень нравятся запуски, позиционируемые как женские в люксе. Это и Гилти Абсолют, который в фиолетовой бутылке, такой фиолетово-бордовой. И, собственно, блумы. И вот сейчас… Красный блум хочу, попробовала уже, хочется. И вот сейчас появившийся Мемуар. У меня 100 миллилитров туалетной воды. Это очень смелый запуск. Это реально самый смелый запуск 2019 года, потому что это аромат, которому не суждено просуществовать на полках долго. Его достаточно быстро снимут, я в этом практически уверена. Просто потому что… По крайней мере, в Россию перестанут завозить. Просто потому что наша аудитория, она не понимает такого. У нас, как я уже сказала, любят, чтобы шлейфы и стояло. А здесь стоит, он, безусловно, он держится очень хорошо, но при этом это достаточно тихо и близко к коже, очень мягко. Это аромат про ромашку, про ромашковые ванночки, про ромашковый чай, про крем для тела с ромашкой, про какую-то такую вот интровертную детскую защищенность. И вот такое вот, когда тебе очень комфортно и спокойно одновременно. Он, как правильно говорила о нем Маша, это аромат о какой-то жизни за городом, спокойной, знаете, там, с прогулками по полям. Чай из красивого сервиза в течение дня, про какой-то такой вот интеллигенцию. Уж не важно, там графья или, знаете, старая профессура. Но в любом случае что-то вот такое. И это настолько круто, это настолько не так, как у всех. Это настолько такого не было. Потому что мне на ум приходят, если мы говорим об ароматах с ромашкой, солнце джеды и нур от соууд. И там это мощная, в одном это ромашка с удом, в другом это ромашка с кожей. И в любом случае это такие вот прям мощные работы. Этот немного где-то может быть так вот отсылает. Я не говорю похож, не похож, но отсылает к аромату Чарути 1881 в старых его выпусках. Где-то вот какой-то такой перекликающийся момент у них есть. Но нет, ни реплика, ни копирование, ни повторение, мать заикание, нет. Нисколько это совершенно самостоятельная вещь. Если вы думаете, покупать вам ее или не покупать, ловите на него, бывают скидки. Потому что я, к сожалению, почти уверена, что год-полтора-два и в России с прилавка он уйдет. И пока нужно брать, пользоваться. Тем более сейчас зима и это сезон пижам, каких-то чай, в том числе с ромашкой. И почему бы не наслаждаться сейчас этим ароматом, в том числе пользуясь им перед сном. Он невероятно кайфовый, я его прям вот всем рекомендую. Но имейте в виду, да, что это вообще не в российских парфюмерных традициях нисколько. И даже не в парфюмерных традициях Гуччи. Хотя в связи с тем, что, как я уже сказала, происходит в бренде в последнее время, мне довольно сложно говорить о том, что Гуччи сейчас прям идет по своим же собственным парфюмерным канонам. Они их очень смело нарушают. И мне это, безусловно, чертовски нравится. И вообще я хочу, чтобы они меня уже дочерили или назначили парфюмерным амбассадором в России, потому что так фанатично любить раш, как люблю его я. И хранить верность марке на протяжении 20 лет, это, знаете, надо уметь. Вот, и как-то поощрять. Вот, поэтому Гуччи мемуар рекоменд. Марка молодцы. Я вообще в полном просто восторге от происходящего. И очень крутая коробка. Она похожа на обои, но мне безумно нравится. Поэтому обычные коробки выкидываю сразу. Эту пока храню, мне нравится на нее смотреть. Второй аромат, который я тоже очень ждала, и он у меня появился, это Тубероус Мистик от марки Булгари из серии Ихсплендида. Я не уверена, что моя камера и вообще какая-либо камера передаст красоту этого флакона. Это бесконечно прекрасный кобальтовый синий с золотой крышкой. Это вот, мне кажется, вот так лучше всего будет его держать. Это прям такое яркое воплощение того, что Булгария это все-таки ювелирный дом. У них много достаточно прошло запусков. Сейчас некоторые мои знакомые активно обсуждают их ирис. Но моя любовь к ирисам давно закончилась, и возвращаться не планируют и хорошо. Я даже не хочу его пробовать, просто потому что я знаю, что у меня загорится такой, типа мне нужен этот ирис, потом я его куплю, поставлю на полку, он будет стоять. Поэтому даже не пробовала. Но в целом вот линейка Сплендида мне и нравится, и одновременно как-то вот каких-то таких прям сильных эмоций она у меня не вызывает. То есть Жасмин Нуарс классический мне нравится больше, чем Жасмин Сплендида. Магнолия хороша, безусловно, но тоже вот у меня не затряслись ручки бежать за ним. А туберозу я прям очень ждала и очень благодарна бренду за этот подарок. Боже мой, это великолепная, люксовая, яркая, фруктовая, немножко бублигумная тубероза. В старте это конкретно жвачка. Вот у туберозы есть такой нюанс в пирамидах, иногда она действительно пахнет жевательной резинкой. Баблгам классический. И вот здесь есть эта нота, в самом начале. Это не такая тубероза, как у Маля, это не такая тубероза, как у Гиома, нет, они вообще там другие. Здесь это вот что-то совершенно особенное. Это похоже, знаете, может быть на Аура Сенсуэль. Вот там тоже тубероза с таким жвачным моментом, но если в случае Сенсуэль это проваливается в классическую базу Ауры, то в ситуации с туберозой Мистик здесь в игру вступает очень интересная грань этого аромата, а именно смолы. Здесь достаточно много мира и еще каких-то разных таких околоритуальных благовоний, которые начинают играть в свою очень красивую игру, и аромат становится действительно не то, что прям совсем мистическим, но как-то вот немного куда-то в этом направлении. Это не готика, это скорее, наверное, какой-то декаданс, такая вот клубы викторианской Англии мне почему-то в голову приходят. И я с большим удовольствием его ношу сейчас. Я никуда не ходила на Хэллоуэн, но, кстати, если бы пошла, вот один из вариантов аромата. Да, я очень люблю так нарядиться, такие места, знаете, именно куда-то туда, мертвая невеста из 19 века. И вот такие образы, мне кажется, нет, в смысле не я наряжаюсь мертвой невестой, но вы поняли, да, вот образ в стиле декаданса, я умею себя так накрасить, чтобы выглядеть как Вера Холодная практически. Вот, вот куда-то туда, вот в ту степь, в то настроение самого раннего черно-белого кино и последних, излета викторианской эпохи фильма, сериала, как он назывался. Ужас по дешевке. Вот, вот в эту степь этот аромат, он очень отражает вот те какие-то настроения. Классные, классные. Если вы любите такую не совсем явную туберозу, чтобы это было, и при этом это чувствовалось, что это тубероза, но при этом в этом не было такого вот классических канонов, как, например, Килян Биан Тлав. У меня, кстати, скоро будет. Мы тут удачно прикупили с Богданом на двоих. И или туберозы Мали, или туберозы Гийома, или что там. У нас еще Фрака, собственно, как первоначальный. Один из первоначальных ароматов с туберозой. Вот если вам хочется чего-то более фруктового, но при этом не уходящего в такую вот апельсиновую гордению, как иногда тоже бывает у туберозных ароматов. Вот, прям, ребят, серьезно. И его, мне кажется, будет классно дарить, потому что он, если у человека нет непереносимости на туберозу, он совершенно точно должен понравиться, мне кажется, любой женщине. А может быть и мужчине. Почему бы и нет. Была на одном мероприятии, там дарили несколько подарков. Я, в общем-то, уже раздарила почти весь этот пакет. Остался у меня только один аромат. Это у нас Твиле, новинка вот, который по... Боже мой, выговорить бы это все. Как я поняла, это, собственно, классический Твиле, в который добавили ноту розового перца. За счет чего лично мне он пахнет, как будто бы в банку с пудрой косметической насыпали перца. Причем не розового, розового перца, это же вообще не совсем перец. А просто как будто бы насыпали какого-то перца, такого вот подвыветрившего, подвыветрившегося. Уже не покупайте смолотых пыль, просто черный перец. Вот такого черного перца насыпали в очень явно такой косметично-женско-пудровый аромат. Вряд ли буду носить, но в коллекцию миниатюр, поскольку я миниатюры люблю вот так вот просто красивенько поставить. Это неплохой вариант, больше мне про него сказать особо нечего. В целом, как новинку этого года, я его воспринимаю достаточно неплохим. По крайней мере, это не бесит, это не контузит сахаром там или каким-то вернилом. Но и сильных эмоций у меня этот аромат никаких не вызвал. Поменялась я со своей подписчицей, ну, случайно причем. Я хотела себе этот аромат, попросила подругу поискать в ВКонтакте, в группе. Я удалила страницу ВКонтакте уже достаточно давно. Вот, и она нашла, собственно, девушку, которая его продавала. Я с ней списалась, оказалось, что это моя подписчица. Юля, привет. Вот, и мы в итоге поменялись. Это у нас Алло от Хлоя. Хлоя, 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 конечно же. Зеленый бант – это давняя, очень-очень давняя моя хотелка. Серьезно, я этот аромат попробовала на самое заре ведения своего блога, еще что-то типа в году в 13-м, наверное. Мне, Коши, что ли, дали какую-то ленточку, пахнущую этим ароматом. И я прям ходила, я ее повесила куда-то там, и она прям благоухала у меня в комнате длительное время. И я все думала, надо купить, надо купить, надо купить. Но как-то так получалось, что все время у меня эта покупка откладывалась, потом аромат пропадал из продажи, потом он в нее возвращался, сейчас он опять пропал. И вот как бы на удачу полфлакона, причем уже достаточно старенький, потому что крышка потемнела, темнеют крышки с возрастом. Это шипровая, но не шипр, ну, с таким шипровым закосом роза в английском парке. Очень красивая, очень зеленая. Вот я себе представляю, именно старый парк. Туман и вот одна единственная роза зеленого цвета, которая в этом парке цветет. Вот я в восторге, я с удовольствием его буду носить. Не могу сказать, что часто, ну, потому что роз у меня много, но совершенно точно буду классный, классный, если его еще сейчас, ну, его можно с рук найти, где-то в интернет-магазинах, в общем-то. И вы думали брать, не брать, берите, он уйдет. И две... Вообще не новинки. Хотя, собственно, новинки здесь получается... Да, три на три у меня выходит. Вот, два аромата я себе купила с перспективой на поделиться. И уже, в общем-то, то есть один еще готово делиться, второй уже все расписано. Потому что, ну, объективно, вот 100 мл таких концентраций для меня вот слишком дофига. Вот, при том, что они очень бюджетные, они очень кайфовые, и я вообще вам рекомендую их попробовать, если вдруг вы этого еще не сделали, и при этом вы любите яркие, громкие, насыщенные ароматы. Первый – это Лалик Ле Парфам. Я взяла 100 мл, но у меня здесь много, поэтому я его хочу переполовинить в идеале. Это самый насыщенный из всех лаликовских парфюмов в плане сладости. Это... Я еще не знаю, почему у меня его никогда не было. Это аромат про ваниль и про лавровый лист. И это самое странное сочетание и решение в плане ванили, которое может быть. Потому что, когда подслащивают ванилью фужеры, я это понимаю, она получается такая пряная, ароматическая ваниль. Но здесь, вроде бы, по всем законам, это гурманский аромат, но, собственно, нота лаврового листа делает эту ваниль пряной, терпкой, резкой немножко и вообще не кондитерски сладкой. Несмотря на то, что, казалось бы, лавровый лист – это тоже у нас про еду, но вот само сочетание делает аромат абсолютно не гурманским, достаточно дорого звучащим, несмотря на то, что стоит это до 50 долларов. И вообще ароматы Лалик я уже ни один и ни два раз говорила о том, что они хорошие, в том числе за счет своей цены, потому что это классная парфюмерия за доступные деньги. И Лепарфам не исключение, поэтому, если вы его хотите себе, то, собственно, самое время присмотреться, поискать где-то в онлайн-магазинах, на каких-то особенно акциях, типа как сейчас в Литуале будет, по-моему, 50% на все или как-то. Ну, вот у них регулярно эти акции проходят. В общем-то, имеет смысл, если вы ищете какой-то такой вот сладкий, укутывающий, обволакивающий аромат на зиму, пожалуйста. Лепарфам – отличное решение. От Лалик я себе, вот я говорю, еще чуть-чуть отолью от этого количества, потому что много мне. Вот, и с удовольствием буду пользоваться. И еще один аромат. Здесь уже прям расписала все. Вот я не знаю, почему такой ажиотаж на него был. Все-таки, знаете, производители современных компотов портят людям вообще вкус старательно, но вкус в людях сохраняется, потому что ажиотаж был, когда я сказала, ребят, давайте разопьем. Мне сказали, да. И вот прям в итоге я хотела оставить 7 мл в 30, а оставила на палец в итоге у меня останется. Это все остальное надо будет еще разделить и встретиться, раздать. Это слон кинзо. Если вам ароматы недостаточно стойкие, недостаточно яркие, недостаточно насыщенные, купите себе слона. Если вам кажется, что на вас все плохо держится, купите себе слона. Это специи. Это тмин, это кумин, это кардамон, корица и вообще куча самых разных специй. Я не помню, какие именно. Я думаю, что если вам прям детально интересно, внизу будет название аромата, забиваете на фрагрантики, смотрите пирамиду, успокаиваете, радуете жизни, обладая сокровенным знанием. В общем, это самые классные, не сладкие специи, которые вообще есть. Есть аромат на тему сладкий. Есть, кстати, аромат, который на него похож, но не настолько стойкий. Называется он Fiora de Opium от маркер Барио Тоскана. Там, в общем-то, очень похоже, там тоже достаточно много тминок, что дает ему такой, с одной стороны, пловный нюанс, с другой стороны, достаточно физиологичный. И вот Fiora de Opium, по-моему, я напишу внизу, то есть, типа, дым опиума, он, собственно, про то же самое, но не настолько стойкий. И я вот тут даже думаю, знаете, а что мне в итоге ближе. И, наверное, думаю, что чаще я буду пользоваться тем, потому что, ну, не всегда мне хочется аромат, который я не могу себе смыть трое суток. Вот. А слон, это я вот сейчас флакон держу в руках, и пальцы у меня пахнут, как бы, слоном, для понимания ситуации. Вот. Я считаю, что это лучшая работа кинзо за всю историю бренда. Может быть, с ним как-то поспорит цветок и амур. Лепар я не фанат, никогда не была. Потому что, когда он был супер популярен, я была еще шоколота, и у меня не было на такое денег, а потом, ну, мне и не хотелось, с другой стороны. А сейчас, ну, ну, это не серьезно. Вот. Что касается слона, это, наверное, лучшее вложение четырех тысяч в парфюмерию, если вы хотите такой вот яркий аромат на зиму. Насчет сладких спец. Собственно, у все той же марки Herbario Toscano. Есть аромат, который у нас пыльсиенный, и он пахнет именно более сладкими специями. И я себе очень хочу прикупить аромат Porto Vintage от бренда Gustav Eiffel, где сладкие горячие специи с мандариновым ликером. Ах, на красивый. Но это другая совершенно история, потому что там все-таки сладко, здесь нет, здесь это более натуралистичные, более такие вот специи без калибровки, без обработки. Вот как они пахнут на самом деле. Поэтому, я же говорю, если вам что-то не хватает в плане аромата, в плане его стойкости и прочего, купите себе слона и живите долго и счастливо. Вот, собственно, такими были новинки в моем парфюмерном гардеробе. Мне надо останавливаться, потому что ко мне едет еще несколько заказов, покупок, флаконов и ури-ури, где у него кнопка стоп. Потому что я говорю, я компенсирую себе вот болезненное состояние этого парня и вместо того, чтобы купить себе ну, например, вытяжку или что-то еще в квартиру, я покупаю вот это. Но, с другой стороны, это доставляет мне удовольствие гораздо больше, чем всякие там духовки и микроволновки, поэтому возрадуемся же. Мне будет интересно в комментариях почитать ваше мнение пользовались ли вы какими-то из этих ароматов и, соответственно, что вы по их поводу думаете, рассказывайте, какие у вас были покупки новинки в последнее время, чего, может быть, душа прям просит и горит. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и инстаграм, где обновления происходят гораздо более активно, чем на ютюб, потому что все-таки написать несколько строк это проще, чем поставить камеру и снять видео. В инфобоксе есть названия их, вы можете просто вбить смелдейт по-английски в поиске телеграм, нажать поиск и вы найдете мой канал и мне будет очень приятно, если вы его будете читать, потому что это на данный момент для меня, наверное, самое интересное из всех площадок помимо ютюба для собственного творческого развития и реализации. Вот, на этом я благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующих выпусков. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok